Семинар Участники семинара провели встречи, дискуссии, открытые уроки, обучающие тренинги и деловые. Зимняя Академия Ушинского сформировала портфель проектов, направленных на развитие профессиональных компетенций молодых педагогов. Зимняя Академия Ушинского сформировала портфель проектов. Зимняя Академия Ушинского сформировала портфель проектов. Зимняя Академия Ушинского сформировала портфель проектов. Основные ценности данных мероприятий – это люди. Люди, которые могут прийти, обменяться мнением, выстроить свой индивидуальный маршрут. И не только индивидуальный, а тот самый маршрут, который будет менять завтрашний день. Это новые впечатления, это новая информация, новые знания. Может быть, даже перенять опыт своих коллег, с кем-то познакомиться, с кем-то подружиться, где-то что-то узнать. У меня собралась отличная команда. Мы вчера провели потрясающий вечер, хоть и были после работы уставшие, но на самом деле игра и общение получилось просто на высшем уровне. Мероприятие городского уровня – это что-то необычное, тем более это выезд. Действительно интересное мероприятие, где тебя учат, где тебя спрашивают, где тебя слушают, где ты можешь меняться опытом с другими коллегами. Узнать, как вообще устроено образование, устроена работа школ в других районах. То есть даже уже не просто внутри своего района другие школы, ты узнаешь школы города. Что есть зимняя школа, уважаемые товарищи? Ведущие тренеры мира утверждают, что хороший тренинг – это когда из ничего получается нечто. Мы не утверждаем, что зимняя школа – это ничего. Это уже сразу нечто, которое порождает нечто в том, кто в это погружается. Ну а что у кого породится, будет зависеть от целей, задач, смыслов. Даже если у вас нет целей, задач и смыслов, связанных с зимной школой, всякий раз, когда вы здесь будете оказываться, вы будете их находить. Субтитры сделал DimaTorzok На самом деле, с точки зрения целей, которые ставят перед программой, на мой взгляд, содержание более чем правильное, потому что есть возможность и просто пообщаться, и интеллектуальный труд с созданием проектов, и общение с теми, кто уже преуспел. И в то же время это общение не только в лекционном формате, что вот слушайте, как надо, а они могут ответить, сказать, посмотреть, как готовятся уроки, притом те, которые им нужны, как готовятся мероприятия, которые сами могут сделать. Программа насыщена именно тем, что нужно. Субтитры сделал DimaTorzok На мой взгляд, любая встреча педагогов – это образовательное событие, потому что оно не может пройти вообще бесследно. Ровно потому, что встречаются люди, которые неравнодушны к тому, чем они занимаются. Поэтому образовательные события на выезде, да еще и в сообществе коллег и соратников – это всегда позитивно, это приносит определенную потом долю энергии в те школы, в которые они ее с собой привезут. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, большое наше счастье, что это, я не назову мероприятием, это замечательное событие, которое уже является традицией педагогического сообщества города. И, конечно, самые большие и значимые слова благодарности нашей дорогой Академии постдипломного образования, которые организовывают такое мероприятие, делают его душевным, делают его нужным, делают его социально значимым, диалоговым. И ведь это очень важно, особенно для начинающих педагогов, которые, самое главное, между собой общаются, знакомятся друг с другом. И многие ответы на вопросы, они получают именно здесь, для того, чтобы работать на результат, и чтобы в работе и в погоне, так скажем, за результатами не забывать, самое главное, о людях, о том, как важно внимание, человеческое отношение еще и всем нашим педагогам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok